итак всем привет сейчас я покажу как я за шп-преста закрыл 5 масок в принципе это довольно легко в нынешнем гири и с нынешним плащом уровнем плаща это очень легко делается бафаемся я вот показывал вам свои шмотки и одет принципе ну ну нормальная одет не то чтобы прям вау но хорошо также моя зеритовые таланты и что и обычные таланты вот все принципе мы готовы поехали вы как вы заметили там сверху над баром здравомыслия у меня какая-то разноцветная хрень это аддон века урс конкретно это это века ура на зелья в видениях какие зелья что дают как он работает сейчас объясню вы обязательно когда начинается видение в оргре мари идете по левой части убивайте первых мобов получаете баф титанов и агрите охрану трала быстро и убиваете под бафом титанов и дальше есть здание слева в нем лежит труп рядом с трупом зеленое зелье в этом в этом проходе это будет зеленое зелье вы подходите смотрите цвет зелья и щелкаете на вашем аддоне вот на этом на этой иконочке на зеленое и он рассчитывает все остальные зелья какие будут в денег так как там лежит труп это будет яд поэтому вы нажимаете на аддончик и он вам показывает что это яд а все остальные бафы расписаны и в итоге красный красный это плюс 100 здравомыслия и мы будем искать красные зелья дальше а грим вот этого не по он будет давать нам баф есть четыре не по которые дают бафы можно получить только два бафа это отдает на 10 процентов к урону если этого нету дверь закрыта называли мы идем к гамону и получаем 10 процентов здоровья все мы получили баф посмотрели зелья идем в другую сторону потому что это самая сложная сторона две самые сложные части так забираем мобов заливаем их и идем дальше почему выбрана азеритовый таланта луч не многие на самом деле с ними ходят и посмотрел ну не знаю принципе он кстати красное зелье было можно было выпить я не заметил на прохождение дальше с почему азеритовый луч выбран ну не знаю принципе по моему он очень даже подходит для видений как дальше по приста нет а массовые ауешки заливать мобов мелких и поэтому эта штука очень помогает дальше получаем здесь я получил баф титанов и поэтому я тут стоял на пофиг и валил моба здесь уперся в стену неважно что происходит на экране потому что у меня баф титанов не позволяет потратить мое здравомыслие поэтому стоял на пофиг и белого собственно его убил и дальше идет что мы помогаем гарони и вот здесь вот здесь вот если здесь и можно использовать эти врата мы используем и убиваем не по этот не дает нам баф на крит 10 процентов на 60 минут по моему очень даже неплохо есть аналогичный в другом другой части видений он дает на скорость бега и скорость каста произнесение заклинаний вот я потом покажу где место где он должен быть дальше мы собираем всех мобов убиваем их не стесняйтесь давать щупальцам станы потому что когда когда даешь станы они не могут опуститься под землю также не забывайте кастеров убивать первую очередь чтобы они не про касте ли на вас стан 4 секундный или сколько там или пяти секундный можно потерять очень много здравомыслия на этом убиваем моба этого и открываем все двери на самом деле один из самых сложных кварталов несмотря на то что он простой ну то есть считается простым тут по показателям здравомыслия потери здесь я сел поесть еду на здравомыслие кстати можете брать с собой введение и агрюмова использую здесь был потому что это один из самых сложных боссов здесь очень важно не поймать эти выстрелы иначе ты потеряешь половины полоски здравомыслия на щите использую азеритовый луч и добиваю его дальше мы не используем тотем идем сразу следующий квартал если быстро убить под бурстами у шп пустов нету то она медведя тоже хватает бэйла но так как тут и дар титанов и бэйла под конец я довольно быстро разбираюсь с медведем единственное что я не сразу заметил что тут эти замедляющий дебаф и поэтому немножко застанился также здесь важно смотреть куда тебя будет отбрасывать акиры эти смотрите чтоб он у вас не выбросил в крипов или за пределы зоны там просто наносится урон правда там здравомыслия не тратится наносится урон неплохой так дальше здесь мы не идем налево и не идем направо мы идем между крипами этими забираем тут дополнительный сундук дополнительный лут и идем вот так вот срезаем потому что но на хрен их убивать если они по заданиям не нужны нам нужно пройти просто дарексара здесь убиваем эту мелочь которая очень обломная она станет это крайне неприятно получаю баф титанов и сразу агрю большого моба и вот видите кого он отбрасывает ему бы застанял еще мелкий очень неприятно поэтому когда держитесь с такими акирами лучше упираться в возвышенность ну понятно то есть чтоб вас не сильно отбрасывала и вы могли нормально с ним драться просто забираем этого крипа лучше здесь не тратим лучше нам понадобится на рексаре очень важно дальше здесь я посмотрел нет ли зелий не нашел пошел дальше вот здесь я не не перебежал на другую сторону меня отбросило далеко назад я здесь застанился и потерял здравомыслие из-за этого здесь вот опять меня застанили надо вставать вот сейчас покажу как вот так вот встаешь и тебя не отбросит уже никуда вам не разобрались то не еще в мизе очень противная хрень еще и взрываются сами так здесь на рексаре я советую не рисковать если у вас не полная полоска здравомыслия лучше используйте сферу обязательно ну и по сути здесь надо первую сферу использовать после двух кварталов агрим рексара пью под первый кабан прибегает и у него проклятие навешиваю стою пока в сфере мне не тратится здравомыслие сфера кончается прибегает 2 я использую азеритовый луч чтобы убить дальше еще два вот здесь вот я попал в капкан конечно очень обидно не посмотрел и здесь по сути надо зеркать рексара по максимуму принципе бой прошел отлично у меня сто процентов полоска поэтому я считаю все нормально даже с учетом того что я попал в трапу используем тотем летим обратно здесь можно если у вас бой прошел так себе можно поесть то есть еду на здравомыслие можно сесть поесть в первом квартале чтобы вас меньше тратил здравомыслия вы смогли восстановить сотню далее бежим в третий квартал простой а грим мелких мобов получаем баф титанов и я грим большого быстро с ним разбираемся благо под бафом титанов это довольно просто сделать можно не ловить эти плюшки потому что он чаржится он чаржится у вас и потом следом выпускает снаряд который потом возвращается опять к нему и наносит вам урон вот так вот здравомыслие вы теряете я получил урон но у меня была достаточно полная полоска и поэтому по восстановлении я все восстановил третий квартал этот квартала что вообще самым простым из всех потому что здесь просто надо убить крипов которые не такие уж и сложные по сути и убить боссов которые тоже а принципе все простые боссы абсолютно поэтому я не вижу тут то есть тут только тратится здравомыслие он на самом деле очень простой отличие на самом деле от штормграда то что там кварталы и один сложный 2 сложные вот которые где тратится много здравомыслия там оба квартала сложные далее здесь вот мне на самом деле за весь проход так и не повезло я не нашел пополнений не но я одну там пропустил красную который сейчас посмотрел увидел на записи то по сути я еще не использовал ни одной зелье для восстановления здравомыслия здесь а грим щупальца станем щупальца если возможно чтобы они не проваливались под землю убиваем крипов вот здесь конечно я ошибся чуть-чуть во первых я не заметил вот это зелье справа красная которая восстановляется про здравомыслие и решил использовать здесь сферу по сути здесь не надо использовать если у вас мало здравомыслия и вы не уверены в силе своей чтобы убить этого босса потому что он по-любому тратит здравомыслия почти половину шкалы у вас кидает и у вас отнимать здравомыслия можете идти на правого босса на другого потому что там очень просто увернуться и вы не потеряете здравомыслия здесь внимательно он кричит и сбивает косты не попадайтесь на это далее все просто зергаем босса уворачиваемся от обилок дальше пошел подобрал дополнительный лут на самом деле я искал зелье он там черное не увидел и вот я нашел красное но вижу у меня полоска здравомыслия почти полная поэтому я его оставлю и пойду дальше здесь мы забираем только вот этих троих тех правых нам не нужно это уже лишнее не забываем забивать касты кастеру вот этот каст не нужно допускать дальше получаем баф титанов а грим всю пачку лучом заливаем половину остальных добиваем и идем сразу на рарника на мини босса а грим мини босса еще под бафом титанов чуть-чуть сразу сносим огромное количество хп здесь очень простой босс как только он начинает кастить вы просто начинаете двигаться а так вы стоите бьете он начинает кастить вы сдвигаетесь и он по вам не попадет никогда в жизни здесь я посмотрел зелье не нашел использует коробочку на дополнительный лут и побежал с ластом драться квартала я помню что у меня есть там зелье на здравомыслие поэтому я не сильно переживаю у меня будет full полоска очень важно уворачиваться от его кастов здесь также после вот этого а у ешки перед собой фронтальный он кастит вокруг себя сферы которые станет тоже они сначала стоят вокруг него потом разлетаются можно стоять прямо в боссе следите за его кастами также он вызывает адов вот этот вот здесь вот я попался на стан использовал слияние с тьмой но успешностью добил босса и у меня еще баф титанов прокнул чтобы добить всех этих мелких адов и не тратить здравомыслие свое на них у меня защищены уже три квартала очень важно не использовать последнюю сферу до того как вы дойдете до трала она вам нужна прям перед тралом здесь не используем тотем и бежим просто пешочком ножками добегаем до аллеи духов и начинаем защищать этот квартал здесь все просто надо убивать мобов и используют тотемы освобождая жителей у гримара насчет до последнего бафа он как раз таки расположен здесь если вы довольно часто ходили у вас наверно десятый плащ или какой-то вы довольно часто ходили видение здесь натыкались на моба который мгновенно кастит жабу так вот ну хекс хексует вас мгновенно так вот этот мог если его убивать он дает вам баф на 10 процентов скорости передвижения и скорости каста и используем способностей рекомендую его убивать и рекомендую на него оставлять станы потому что когда он стане он не может вас за хексить здесь я быстро получил баф титанов и прошелся по всем мобам немножко ускорил время всех убил использую тотемы дальше мы не идем убивать тех двоих потому что нам это не надо мы идем вокруг здания ищем фласочки если есть они если нет просто а грим босса быстро его убиваем без каких-либо проблем это один из тоже самых простых боссов он ничего по сути не делает иногда кидает саленс надо забегать в эту лужу снимать себя саленс и дальше продолжать бить уворачиваясь от от волн который он каст очень простой босс куда он было у нас уже прошел и как раз он остается на нашего трала все все кварталы зачищены у нас есть еще одна сфера почти полная полоска здравомыслия пускаемся можно побить крипов по фанчику ну не по фанчику а по сути а смотрите если у вас недавно есть кулдауны короче у бафа титанов и можно попробовать затриггерить баф титанов перед пулом трала я попробовал у меня не получилось и пошел убить сразу же здесь используем сферу использую флаз о под бл и агрю трала доты у кабанов этих сраных использую луч на них сразу убиваю вот почему мне нравится на самом деле луч использовать и здесь очень важно уворачиваться от всех обилок трала если вы у вернетесь от всех его обилок то вы скорее всего победите без особых проблем здесь можно было использовать питомца на этого на этот момент но ну чтоб пробить щит ему но я использовал раньше и принципе это не критично можно получать вот эти бафы но внимательно отходите от его удара когда он кастит стан свой надо отходить принципе босс довольно простой вот здесь очень внимательный момент он прыгает центр и кастует оглушающий удар я не отошел но босс уже был почти мертвым не было не особо страшно вот принципе все прошел видение за что при 105 масок ничего сложного как вы видите если знать дополнительные все эти бафы то что как использовать зелье введениях но я вам дал эту информацию так что пользуйтесь удачи всем посмотрим что мне дропнулась дропнулась мне хрень такие питомцы хренемцы ну вот и все всем пока спасибо что посмотрели удачи введениях